Ну а тут остались еще следы нашей вчерашней деятельности, это хорошо. Но прежде чем к этому возвращаться, как с функцией Риммана? Сообразили, почему и где у него пределы, и чему равны? Может кто-нибудь, кто решил вывезти в доске, расскажет про функцию Риммана? Да, где у него пределы есть? И чему он равен? Ну хорошо, да, там здесь равен нулю. Ладно, а где он есть? Везде, правильно, он есть везде и везде равен нулю. Я вчера там что-то немножко сказал про рациональные числа, сейчас мы разберемся, что там с рациональными, что с рациональными. Я другое имел в виду просто-напросто. Значит, итак, для всякого х0 из r предел функции Риммана в этой точке равен нулю. Так, ну почему он равен нулю? Давайте я расскажу. Значит, вот в рациональных точках эта функция принимает значение p на q, где дробь не сократима. Значит, простите, единица на q, значит, вот в точке p на q, ее значение равно единице на q, значит, если дробь не сократима. Несократима, но и знаменатель у нас всегда положительное, это натуральное число. Вот. Ну, значит, давайте посмотрим сначала на несократимое дробь с знаменателем 1. Это что такое будет? Это все целые числа, правильно? Все целые числа, вот, значит, дробь с знаменателем 1, 0, там, 1, 2, 3, 4, ну, и так далее, значит, то есть тут минус 2, минус 2, минус 3, ну, и так далее, значит, простите, минус 1, значит, минус 2, извините. Значит, вот, и так далее. Теперь, если мы возьмем какой угодно отрезок на этом отрезке, ну, вот, конечный отрезок, на этом отрезке может быть лишь конечное множество целых чисел, правильно? Вот. Теперь посмотрим на дробь с знаменателем 2. Это что такое будет? Это будет p, поделить пополам, где p нечетно. Вот. Тоже разница между любыми двумя такими точками, по крайней мере, единица, правильно? Да. Вот. И, значит, опять, на любом отрезке их может быть только конечное множество. На любом конечном отрезке их может быть только конечное множество. Ну, и вообще, вот, если мы берем числа вида p на q с фиксированным q, даже если мы не требуем, чтобы дробь была несократима, а просто вот p целое, а q какое угодно, то соседние числа в этой последовательности, если q фиксировать, включаются на единицу на q. Поэтому на каждом отрезке конечным их может быть лишь конечное множество. Так? Вот. А теперь давайте возьмем какую-нибудь точку, неважно, рациональную или иррациональную, x0. Вот. И давайте для начала возьмем какой угодно отрезок, какой угодно окрестности точки x0. Я даже не требую, чтобы пока что было проколтое. Вот. И давайте вот сдадим с каким-то числом ε. Вот. Ну, и будем смотреть, в каких точках наша функция Римма на этом отрезке может быть больше ε. Значит, ну, в тех точках вида p на q больше ε, это в том и только в том случае, когда единица на q больше ε. Ну, и дробь несократима, правильно? То есть я тогда и только тогда, значит, где бы это написать? Я не хочу стирать то, что было вчера. Давайте картинку мы сотрем, она нам больше особенно не нужна. Тогда и только тогда, когда q меньше единицы на ε. Так, значит, вот берем число единицы на ε. Таких q, которые имеют единицы на ε, у них конечное множество. Для каждого такого q дробейся за единицы на εq на нашем отрезке тоже может быть только конечное множество. Так. Это значит, что если я, вот, может быть, и сама x0 такая точка, неважно, если я ее выколю, если я удалю ее из этого отрезка, и если я возьму очень маленький отрезочек с центром в точке x0, но без самой x0, значит, маленькую проколоту окрестность с точки x0, то там не будет ни одной такой дроби. Потому что их конечное множество, значит, рядом с x0 не может быть, сколько угодно близких с x0, таких дробей не может быть. Тем самым на этом отрезке наша функция принимает значение меньше ε. Ну, вот и все, значит. Вот получается, что предел равен нулю, независимо от того, какая точка, рациональная или рациональная, правильно? Теперь, я вчера говорил, что там есть некая разница между рациональными точками и рациональными. Но так немножко сбился и сказал, что там с пределом что-то. С пределом там ничего страшного, предел там всегда равен нулю, и все. Вот. А вот разница там такая. Значит, для этого давайте введем определение, которое нам все равно понадобится. Вот. Но чем раньше оно появится, тем лучше. Значит, определение такое. Вот пускай некая функция задана на множестве а, и пускай x0 – это предельная точка для множества а, и одновременно точка множества а тоже. Значит, вот сейчас наша функция задана в точке x0, и кроме того, точка x0 является предельной. Но тогда в этой точке есть значение функции f, и одновременно там может быть или может не быть предела. Так вот, говорят, что f непрерывно, f непрерывно в точке x0, если предел функции f в точке x0 существует, и этот предел совпадает с f от x0. Так. Вот если предел совпадает с значением функции в точке x0, ну, тогда функция непрерывна. Значит, примеры какие-нибудь, ну, примеры вы, собственно говоря, видели. Вот, скажем, такая функция. Значит, а – это пусть отрезок 0,1, x0 равняется 1. Значит, а – f от x0 равняется, скажем, x, когда x строго меньше единицы. И, например, 8, если x равно единице. Значит, вот график этой функции вот так вот выглядит. Вот до единицы – это бисектриса первого и третьего координатных углов, а в единице, ну, 8 или не нарисовать, вот, где-то тут выше будет, тут 8 где-то будет, там, высоко, значит, как-то вот так вот. Но давайте не 8 возьмем, а, скажем, там, полтора. Полтора, ну, тогда это будет где-то здесь, да? Вот. Значит, вот в этой точке, в этой точке предел функции равен единице, разумеется, да? А значение другое. Значит, эта функция не является непрерывной в точке x0. А чтобы она была непрерывной в точке x0, нужно вот это вот определение продолжить до единицы включительно. Тогда она будет непрерывной. Вот. Так вот, про функцию Риммана, что мы тем самым узнали? Что она непрерывна во всех иррациональных точках, и не является непрерывной во всех рациональных точках, да? Потому что предел у нее во всех точках вообще ноль, а значение ноль только в иррациональных точках, ну, и в нуле еще. Значение ноль только в иррациональных точках в нуле. Вот. А, значит, в рациональных точках значение отлично от нуля всегда, значит, если эта точка не налевая. Так что вот такая вот функция. Так что тут бывают разные чудеса, но надо просто понимать, что понятие функции очень общее, и в принципе она может вести себя очень хаотично, функция не обязана иметь предела где бы то ни было, но вчера мы видели функцию Дерехле, скажем, довольно простая функция, не имеет предела нигде. Бывает более хаотичное поведение, более такое причудливое, а даже если пределы всюду и есть, то опять же могут быть разные такие странные картинки, не то, к чему вы привыкли, когда вы рисовали графики, скажем, вот такие графики каких-нибудь линейных функций или квадратичных, может быть, все несколько иначе. Так, хорошо, значит, теперь, да, я вот стер все-таки про возрастание и убывание, но вот теперь давайте вернемся к тому, что было вчера. Значит, я определил возрастающую функцию, которую я также буду называть не строго возрастающей, не всегда буду приговаривать здесь слово не строго, иногда просто для определенности, для убедительности. Вот, и определил строго возрастающую функцию, там, где здесь вот есть строгое неравенство, и тут я всегда буду подчеркивать, что она строго возрастает, когда буду говорить, слово строго обычно буду произносить. Вот, ну и, значит, было еще определение убывающей функции, которую я стер, значит, я думаю, что все его помнят, и, значит, поэтому я напоминать его не буду. Вот, ну и вот давайте еще, прежде чем формулировать теорему, а потом ее применять, давайте еще рассмотрим понятие одностороннего предела. Значит, вот определение, еще одно. Пределы. Вот, значит, ситуация будет у нас здесь обычная. Функция будет задана некоторой множестве а. x0, это будет предельная точка для а. Значит, ну и я считаю, что это вещественное число сейчас, а не плюс или минус бесконечность. То есть можно было формально это определение дать и для плюс или минус бесконечности, там предел с одной стороны получается только, значит, возможный. Вот, но это немножко бессмысленно, потому что там всегда предел односторонний, поэтому, значит, ну сейчас увидите. Вот, теперь давайте рассмотрим такие два множества. Значит, а1, это а, пересеченное с таким вот лучом, от минус бесконечности до x0. Вот, сейчас. Ну, можно и включить x0, неважно. Вот, а2, это а, пересеченное с лучом от x0 до плюс бесконечности. Значит, я напоминаю, сама точка x0 может принадлежать множеству, а может не принадлежать, значит, это как уж получится. Вот, и рассмотрим два сужения. Вот, сужение функции f на множество а1, вот, и сужение функции f на множество а2. Значит, ну, картинка какая-то такая, вот множество какое-то такое тут вот где-то лежит, вот это его предельная точка. Вот, функция f заодно где-то на множестве а. Так, мы сначала забываем про ее значение справа от а. Вот, получаем функцию вот эту вот. А потом забываем про ее значение слева, справа от x0, значит. Потом забываем про ее значение слева от x0. Вот, рассмотрим только такие вот половинки, что ли, да? Вот. Значит, если x0 является предельной точкой для а1, я напоминаю, что штрих обозначает множество предельных точек. И существует предель функции вот этой вот f, суженная на а1 в точке x0, то говорят, что f имеет предель слева, слева в точке x0. Ну вот, забыли про функцию справа от точки x0, посмотрели на то, что происходит слева. И задаемся вопросом, есть ли там предел. Чтобы там предел, чтобы вообще этот вопрос задавать, надо, чтобы x0 была по-прежнему предельной точкой множества а1. В принципе, так может и не быть, правильно, значит. Значит, вполне может быть, что это предельная точка для а, но не для а1. Скажем, если, например, вот а – это объединение таких двух интервалов, скажем, 0,1 и 2,3, да? А x0 равняется двум, да? Что тут будет за множество? Значит, это предельная точка для множества а, правильно. А что будет за множество а1? Это будет объединение интервала 0,1 с точкой 2. И там два, кажется, изолированной точки. Значит, там вообще нет смысла говорить о существовании предела. Но вот если она все еще осталась предельной после этой операции, вот, и предел существует, тогда он называется пределом слева. И обозначается так, вот, обозначение такое, разность обозначения. Вот, ставят минус, x0 с минусом, да? Значит, f от x. Вот, или еще пишут то же самое почти. Вот, но тут пишут еще хитрее. Значит, x0 минус 0. Вот так вот. Вот этот минус и минус 0 не нужно рассматривать как какие-то отдельные символы, имеющие какой-то самостоятельный смысл. Это просто цельное обозначение для предела слева. Но вот этот самый минус показывает, что мы слева приближаемся к точке x0. А 0 почему пишут? По некоторым историческим причинам. Вот, там, основатели этих дел, значит, они вот считали правильно писать минус 0, но там потому что, вот, как-то там у них было понятия. И бесконечно мало, иначе у нас тоже будет, значит, вот, ну, не такой, как у них. Вот, и поэтому они вот хотели это как-то подчеркнуть, что вот так мы... Очень сильно приближаемся слева, поэтому вот как бы вот почти нет... Ну, неважно, хорошо. Вот, теперь в пару к этому второе определение. Значит, если x0 оказалась предельной точкой для множества a2 и функция f, суженная на a2, имеет предел в точке x0, то, значит, говорят, что f имеет предел справа, справа в точке x0. Вот, ну, и обозначения аналогичные, значит, вот пишут то же самое, только вместо минуса ставят плюс. Вот, или, значит, еще вот так вот, плюс 0 пишут. Вот, значит, предел справа. Вот, ну, теперь вы видите, что если бы я взял точку, скажем, плюс бесконечность и попытался формально написать это определение, то просто это совпало бы с обычным определением пределов. В точке плюс бесконечности все пределы слева, правильно? Потому что справа там ничего нет. В точке минус бесконечности тоже все пределы справа там, потому что слева от нее уже ничего нет. Поэтому для бесконечных точек эти определения вообще не дают, потому что там их совпадают с определением пределов. Если бы мы их дали разумным образом, это совпало бы с обычным определением предела. Примеры, собственно говоря, вы видели, и давайте их повторим, какие-нибудь примеры. Ну вот, например, такая функция, значит, а, скажем, это отрезок 0,2, точка x0 равна единице. Ну тогда она предельна и для а, и для а с плюсом, и для а с минусом. Вот, и, например, f от x равняется, скажем, x, когда 0 не превосходит x и строго меньше единицы. Например, 2, когда x равно 1. И, например, 0, когда единица меньше x меньше либо равно 2. Бум! Вот, как график этой функции выглядит. Значит, вот точка 1, вот точка 2. Значит, вот здесь это будет прямая. Сейчас, опять же, у меня не помещается, давайте я нарисую это как-нибудь отдельно. Вот на этой доске будет удобней. Значит, вот единица, то есть это вот 2, здесь единица. Значит, вот здесь вот функция ведет себя так, ее график такой. В точке единицы ее значение равно 2, а дальше она равна 0. Вот. Ну какой предел слева у этой функции в точке 1? Единица, правильно? Справа предел равен 0, а значение вообще отличается от этого самого предела и справа, и слева. Значит, значение, в принципе, могло бы и не быть, потому что, значит, эта самая точка, в которой пределы рассматриваются, она может и не принадлежать области определения. Но здесь она принадлежит, есть еще и значение. Значит, тогда вот в этом случае все три вещи, значит, и значение, и оба предела, справа и слева, отличаются друг от друга. Вот, ну а скажем, вот такая функция f от x равняется синусу 1x при x больше 0 и 0 при x меньше либо равном 0. Значит, она вот так вот выглядит. Вот здесь вот она равна 0, а здесь вот она колеблется, значит, как мы с вами привыкли. Сейчас. Мне не нарисовать, понимаете, я вот рисовал плохо всю жизнь, поэтому рисунок будет очень условный, да? Вот в точке 0 у нее пределы какие односторонние? Левый 0, да, справа, а справа нету, да? Левый 0, а справа нету. Ну и вообще предела нету, значит, хотя слева и есть, значит, но в пределах, в принципе, нет. Ну, есть возможные варианты, понимаете, любые варианты возможны, значит, там, может быть, есть один из засторонних пределов, может быть, нет обоих, ну и так далее, значит. Вот, хорошо. Так вот, теперь, наконец, теорему определим монотонные функции. У нее есть сразу несколько вариантов. Вот можно сформулировать один такой совсем общий, но он будет, то есть совсем короткий, который охватывает все случаи, вот, но он не будет самым общим, потому что для некоторых случаев там нужно меньше. Давайте это так мы и сделаем, сейчас я сформулирую некий короткий вариант, который вот годится для всего, что нам понадобится, вот, а потом я скажу, мы с вами обсудим, значит, что делать в некоторых частных случаях, там, в частных случаях можно просто накладывать менее ограничительные условия. Значит, вот, вот такая теорема. Да, вот еще такое определение, вчера, кажется, не сказал. Значит, вот класс функций, которые либо возрастают, либо убывают, неважно, как, строго или не строго, называются монотонными функциями. Значит, функция монотонная, если либо она возрастает, либо убывает. Значит, пусть f из a в r, это монотонная функция, пусть она ограничена. Ограниченная на множестве a. Но ограниченная, значит, ограниченная сверху и снизу, да? Вот. Что? Что? Нет, ничего, ничего. Ничего, ничего, да? Так, и пусть x0, это предельная точка множества a, вот, но и образуемость в два множества a1 и a2. a1, это вот луч от минус бесконечности до x0, пересеченную с a, а a2, это луч от x0 до плюс бесконечности, тоже пересеченный с множеством a. А, если x0 предельная точка для a1, то непременно существует предел функции f в точке x0, ну, значит, слева, разумеется, да? А, значит, а если x0, это предельная точка для a2, то существует предел справа. Справа. Вот, ну, значит, раз мы не определяли отдельно предел справа и слева, значит, для случая, когда точка бесконечна, то надо отдельно сформулировать, для бесконечной точки то же самое, значит. Значит, пусть, скажем, плюс бесконечность, это предельная точка для a, а f это ограниченная монотонная функция на a, значит, тогда существует предел f от x при x0 бесконечности. Вот, и, значит, аналогично, аналогично для минус бесконечности. Вот, теперь, значит, доказательства тут примерно одинаковые, что вот для бесконечной точки, что для конечной, давайте что-нибудь одно выберем, давайте, скажем, для конечной точки сделаем. Вот, и заодно будет видно, что условия здесь, так сказать, с перебором наложены, то есть вот можно было бы накладывать менее жесткие условия в некоторых частых случаях этой теоремы, значит, и я эти самые менее жесткие условия буду использовать. Вот, надо понимать, что, на самом деле, формировка вот из-за того, что мы захотели краткую, она получилась не самая сильная. Вот, ну, давайте докажем, значит, давайте, скажем, возьмем случай множества a1. a1, вот, в случае множества a1, тем самым я предполагаю, что x0 это предельная точка для a1. Ну, и функция f у меня монотонна, что вы хотите, чтобы она возрастала или чтобы бывало? Возрастает, да? И пусть f возрастает. Вот. Но, раз она возрастает и ограничена, правильно? Она возрастает и ограничена, стало быть, ее значение и супремум. Вот, давайте рассмотрим множество f от a1. Это ограниченное множество. Вот. И рассмотрим его супремум. Ну, его еще так можно писать. Вот, если я немножко уклоняюсь в сторону семейства, то можно так написать. То же самое, разумеется. Но просто вот это вот и есть образ множества. Это и есть образ множества a1. Вот это вот. Так что вот. Вот такой супремум. Вот. Ну, и пусть это, пусть этот супремум равен a маленькому. Вот. Докажешь, что это a маленькое есть предел. Так, ну, что для этого надо сделать? Да, для этого надо взять произвольную окрестность, точка a маленькая. Например, вот, значит, берем произвольную ε положительную и рассматриваем интервал u εa. Это, значит, a минус ε, a плюс ε. И я хочу найти такой интервал, такой интервал, такую проколотую окрестность. Значит, вот я хочу найти такое дельта. Значит, надо найти дельта. Дельта положительно такое, что вот, если я возьму образ интервала такого, значит, значит, вот проколотая окрестность, сейчас давайте ее напишем, x0 минус дельта, значит, x0, объединенная с x0, x0 плюс дельта. Вот это вот проколотая окрестность, и ее еще надо пересечь множеством a1, правильно? Вот так вот, да? Вот. И это должно содержаться в u. Значит, вот такую штуку я должен найти. Теперь, вот видно, что вот эту вторую часть проколотой окрестности можно вообще не писать, потому что a1 все целиком лежит слева от x0. Вот, то есть надо обеспечить... Надо обеспечить всего лишь такое вот соотношение, чтобы образ интервала x0 минус дельта x0, пересеченное с a1, лежал в u. Вот. Ну вот, так давайте воспользуемся описанием супремума. Значит, раз-то супремум, вот, то стало быть, если мы отступим хоть немножко вниз от точки a, то найдется значение нашей функции, которое больше этого самого, да? Вот. Поэтому вот по описанию супремума существует x... Да, подождите минуточку. Вот. Не то я сделал. Простите, пожалуйста. Значит, вот, извините, здесь некая неправильность. Значит, вот a1-то я написал. Давайте вот, это еще можно поправить. Значит, выкинем отсюда саму точку x0. Вот меня такое супремум интересует. Он, разумеется, тоже существует. Вот это меня интересует без точки x0. Значит, я точку x0 не рассматриваю. Значит, вот так вот. И тут тоже напишем, значит, a1 минус точка x0. Вот так вот. Значит, точки x0 я не рассматриваю. Хорошо, ну вот теперь все будет правильно. Так вот, найдется такое x из a1 минус x0, что f от x больше a минус ε. Правильно? С другой стороны, непременно, значит, вот, можно и другое неравенство написать. Вот такое вот. Значит, здесь я просто переписал то, что было сверху, да? А это потому, что это супремум. Это потому, что это супремум. Вот. Так, теперь это самое множество, это самая точка x1. Так, где бы написать? Вот здесь вот давайте. Точка x1, она лежит в a1 минус x0, то есть она строго меньше x0. Правильно? Значит, вот x0. Вот. Вот эта точка x. Значит, x строго меньше x0. Вот. Так, если возьму любую точку y между и тоже меньше x0, да, то окажется, что f от x не превосходит f от y. Правильно? А с другой стороны, f от y не превосходит a, опять же, потому что это супремум. Так. Значит, если я возьму любую точку между, то она окажется вот в этих самых пределах. Правильно? Вот. А эта штука, как мы с вами знаем, больше либо равна, строго больше a минус y. Вот. Но из этого неравенства следует, что f от y лежит в нашей окрестности u, вот епсилон a для всякого y из отрезка, значит, от x до x0. Ну вот, собственно говоря, и все. Значит, теперь, если мы хотим в терминах дельты это написать, то в качестве дельты нужно взять просто разность. x минус x0 и все. x0 минус x и все. Значит, вот нашли такой интервальчик слева от точки x, который загоняется целиком нашим отображением вот в окрестность u. Да. То есть ли у нас x0 получилась изолированная точка на а1? Так нет, значит, по определению же, значит, вот теореме что говорится? Если x0, если x0 предельная точка для а1, то есть предел. А если непредельная, тогда, значит, тогда и разговора о пределах нет. Вот если оказалось так, что непредельная, то там ничего и нет, и все. То есть это надо предположить. Так, теперь скажите, пожалуйста, значит, где были лишние, вот в этой части, какие предположения лишние, вот из тех, что тут написано? Ну как, значит, нам, что мы использовали? Что у функции f есть супремум, правильно? Для того, чтобы был супремум, надо, чтобы множество его значений было ограничено, с какой стороны? Сверху, да? Сверху. У нас, предположим, что двухсторонно ограничено, да? Так. Значит, вот в этой ситуации, когда функция возрастает, когда функция возрастает, и мы рассматриваем предел слева, достаточно предполагать, что она ограничена сверху. Так. Значит, если она убывает в той же ситуации, мы рассматриваем предел слева, значит, тогда предел чего будет равен? Инфиуму, правильно? Значит, вот я, давайте я не буду формулировать все эти варианты, значит, надо понимать. Значит, вот мы, ну вот, давай такое замечание сделаем, значит, замечание. Мы рассматриваем случай. Мы доказали, что предел функции f, значит, в точке x0 слева равен супремуму, значит, множество f от a1 минус x0. Вот. Вот так вот, да? Вот. Теперь, если функция убывает, то аналогичное рассуждение применяется, значит, только окажется, что предел равен инфиуму тогда, правильно? Точно так же мы делаем все. Окажется, что предел равен инфиуму, то есть, вот в этом случае супремум заменится на инфиум, и что от функции надо требовать, что у нас какой странина была ограничена? Снизу, да? Значит, вот сверху, сверху нам не важно. Вот. Главное, что снизу. Значит, теперь, если мы рассматриваем пределы справа, вот множество a2 рассматриваем, да? Там, если функция возрастает, что от нее надо требовать? Чтобы она была ограничена снизу, предел равен инфиуму, да? Потому что она вот, ну вот, так сказать, легче всего картинку себе представлять. Вот. Теперь давайте посмотрим. Вот она какая-то такая, да? Молотонная. Значит, вот предел равен инфиуму тогда, если она возрастает. И надо требовать, чтобы она была ограничена снизу. Так? А если она убывает, если она убывает, вот такая вот, тогда опять же предел равен супремому, и надо требовать, чтобы она была ограничена сверху. Вот. А в точке плюс бесконечность, опять же, если функция возрастает на пределы равен супремому, если убывает, предел равен инфиуму, если она существует. Ну, опять же, ограничена с одной стройм достаточно. Так что вот тут, тут эти все варианты, значит, они немножко, вот, каждая конкретизация вот этой самой теоремы, она позволяет несколько ослабить условия, да? Несколько ослабить условия и получить некую дополнительную информацию. Именно чему равен предел, супремому или инфиуму? Ну, вот, каждый раз, когда вы представляете себе картинку, то вы легко понимаете, чему он равен, супремому или инфиуму. Давайте я не буду все это проговаривать. Вот. Ну, давайте сразу какой-то пример. Вот. Мы с вами вчера начали в качестве примера рассматривать последовательности. Значит, давай чуть побольше про это поговорим. Значит, собственно, вчера я это все проговаривал, но давайте формально сейчас зафиксируем то, чего мы хотим. Значит, я напоминаю, что последовательность это функция на множестве натуральных чисел записывать чаще всего в виде семейства. Вот. Теперь, поскольку с введением мы уже давно покончили, я не буду очень педантичным и не буду требовать такого жесткого, чтобы она была задана на множестве натуральных чисел. Вот. Тут нумеруется все числа и все номерами начиная с единицы, ну, а, скажем, если нумеруется чем-то, начиная с нуля, там, 0, 1, 2 и так далее, скажем, или с трех, например, там, 3, 4, 5, 6, но я тоже буду решать последовательность. Вот. Какая, собственно, разница? Так что, вот, давайте немножко... В общем, это определение такое, но надо понимать, что оно будет слегка нарушаться. Вот. Не будем очень педантично ему следовать. Вот. Ну, у этого множества единственная предельная точка, так что она имеет предел, может иметь предел предела в точке плюс бесконечность. Правильно? Вот. Поскольку это предельная точка множества заданий, значит, там, в принципе, можно спрашивать, есть ли у нее предел, но если этот предел есть, то он обозначается стандартным образом. Вот так вот обозначается. Значит, и все теоремы по пределу, которые мы для функции доказали, разумеется, они верны в этом случае. Там вот арифметические операции можно делать с пределами, потому что... Ну, потому что это функция, значит, это просто функция на множество нейтральных чисел. Поэтому все, что можно для функции, можно для последовательности. Скажем, предел суммы по следователям равенств我跟你講 пределов, там, и так далее. Предел произведения равен произведению пределов, предел частного, если знаменатель, если предел знаменателя не ноль равен частному пределов, и так далее. Все, чтобы доказали, все верно, значит, там, принцип двух полицейских, там, ну, все, абсолютно все, значит, потому что, в общем, частный случай, частный случай. Ну и вчера мы как раз занимались последовательностями, то есть три мы рассматривали. Одна из них – это единица поделить на некую линейную функцию от n, и мы доказали, что к нулю стремится. Другая была – это q в степени n, и мы разобрались, когда там есть предел, когда нет, и потом была последовательность сумм некоторых. Вот xn – это было единица плюс q плюс так далее, плюс q в степени n. Вот, и мы тоже разобрались, когда там есть предел, когда нет, и чему он равен. Вот, а теперь давайте посмотрим и такую последовательность. Плюс xn – значит, это единица плюс единица на 1 факториал, плюс единица поделить на 2 факториал, плюс так далее, плюс единица поделить на n факториал. Значит, что такое факториал, знаете. Значит, n факториал – это единица умножить на 2, умножить на 3 и так далее, умножить на n. Произведение всех натуральных чисел – это на v da n. Значит, что там? 1 факториал – это единица, 2 факториал – это 2, 3 факториал – это 6, 4 факториал – это 24, ну и так далее. Вот такая вот построенность xn. Значит, и вопрос, имеет ли она предел. Да, имеет. Этот предел называется е, да? Хорошо. Значит, почему она имеет предел? Значит, это монотонная функция, правильно? xn – функция монотонная, потому что, когда я хочу получить следующий член, я должен прибавить к xn нечто положительное, да? Видно, что xn плюс 1 больше, да строго больше даже, строго больше xn. Так что, значит, вот эта самая последовательность xn строго возрастает. Строго возрастает. И поэтому, чтобы доказать, что она имеет предел, достаточно доказать, что она ограничена сверху, да? Так, значит, докажем, что она ограничена сверху. Вот, ну, значит, что тут? Вот, xn, давайте считать, что n, по крайней мере, так, по крайней мере, 2, значит. Вот, ну, или пусть даже больше 2, пусть n больше 2, да? Вот, ну, и пишем мы это самое xn, это единица плюс еще одна единица, так, плюс 1 вторая, плюс единица поделить на 2 умножить на 3, значит, там еще единица должна быть, но я не пишу. Плюс единица поделить на 2 умножить на 3 умножить на 4, плюс и так далее, плюс единица поделить на 2 умножить на 3 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 ум Я в знаменателе все множители, которые больше двойки, заменю на двойку. Значит, здесь будет 2 в квадрате, после этого здесь будет 2 в кубе. И от этого сумма увеличится, потому что я знаменатель заменяю на меньшее число. Значит, не превосходит единица, плюс единица, плюс 1, вторая, плюс единица на 2 в квадрате, плюс и так далее, плюс единица на 2 в степени n, значит, да, минус 1. Вот так вот. А это мы с вами умеем суммировать, правильно? Правильно. Значит, вот здесь что стоит? Здесь стоит некая геометрическая прогрессия, да? Вот. Единица плюс 1, вторая, плюс и так далее, значит, плюс 1, единица на 2 в квадрате, плюс и так далее, плюс единица на 2 в степени n-1. Мы с вами знаем, что это стремится куда? К единице, поделить на единице минус 1, вторая. То есть к 2. Так? Предел этого равен 2. С другой стороны, это последовательство возрастающее, правильно? Последовательство возрастающее. Значит, предел равен супремуму просто этой последовательности. Но тем самым все ее члены не превосходят 2. Так? Значит, вот это вот не превосходит 2 всегда. 2. Значит, все вместе не превосходит 3. Значит, все частичные суммы, все эти суммы, вот эти вот, все х, н ограничены. Значит, раз они ограничены и возрастают, значит, у них есть предел, который равен их супремуму. Значит, вывод такой, что существует предел, при n стремящейся бесконечности, единица плюс... Вот, и этот предел называется вот так. Вот оно обозначается буквой е. Это число е знаменитое, число эйлера. Вот. Можно написать несколько знаков феудистичного разложения. Дальше не помню. Дальше не помню. Вот. Вы помните дальше? Нет, это я еще не помню. Я могу это запомнить. Ну, неважно. Нет, это легко запоминается. Там год рождения толстого, и углы у нас на ветерном прямом. Нет, вы знаете, нет. У меня было другое мнемоническое правило. Оно скорее фонетического характера. В чем? Что? 27, 18, 28, 18, 28, 42, 45, 90, 45. Неважно. Хорошо. Но вот первые десятичные числа такие. Там на самом деле их вычислена какая-то, не знаю, уйма этих самых десятичных знаков. Вообще число иррациональное. Значит, число еррационально. Давайте докажем. Значит, теорема. Не иррациональное число. Доказательство того, что оно иррационально, довольно просто. Там, если вы знаете, что такое трансцендентное число, ну, вот оно еще и трансцендентно, но вот это уже доказать тяжело. Я, собственно говоря, того доказательства никогда в жизни не видел за ненадобностью. Ну, а про эррациональное можно вполне поговорить. Значит, сначала такую лемму иметь в виду. Там мы выписали сколько-то знаков, но, понимаете, как мы их выписали, ну, это непонятно, там откуда-то мы взяли эту информацию. А вот для нас понадобится вот такое неравенство, в частности, да, вот это будет больше, даже вот так вот, в частности, е не целое. Вот. Ну, вот давайте… Что? Это вроде у нас просто есть предел. Нет, там предел-то, значит, видите, то, что я сосчитал, значит, я сосчитал, значит, вот это вот понятно, да, что е больше двух, потому что там первые два слагаемые дают уже два, а дальше мы что-то еще прибавляем. А вот то, что я сосчитал, там было нестрого неравенство, что е не превосходит трех, да, значит, поэтому, может быть, равно трем еще, вот, не знаем, да. Вот на самом деле меньше, поэтому она не целая, значит, вот сейчас давайте эту лему оставим ненадолго, поверим, что она не целая, значит, и просто основное рассуждение будет после этой леммы, а сама лемма-то несложная. Значит, вот знаем, что я не целая, и предположим, что я иррациональная. Тогда е равняется p на q, где p и q – какие-то натуральные числа, и при этом q не равно единице. Если бы ку было равно единице, то я, казалось бы, целым этого притворечиваю лемме, которую мы пока приняли на веру. Вот, значит, что же получается, вот, давайте, значит, тем самым p на q есть предел при n стремящейся бесконечности, вот, того самого, что тут. И давайте это дело умножим на q факториал. Вот, значит, получается, что p на q минус 1 факториал равняется пределу при n стремящейся бесконечности, вот, а тут я не буду все выписывать, а сделаю следующее. Вот, я считаю, значит, что n здесь большое, что n больше q. n больше q. Вот, и здесь будут какие-то члены, в которых, значит, стоит меньше, чем q факториал, и q факториал включительно. Так, после того, как я их все умножу на q факториал, получится некоторое целое число. Правильно, значит, будет некое целое число, n0, n0 содержится в n. Так, дальше, следующий член будет единица на q плюс 1 факториал, от него остается единица на q плюс 1. Так, потом единица на q плюс 1, q плюс 2. Ну, и так далее, значит, единица на q плюс 1, и так далее, значит, вот, да, n там. А n, n считается, что больше, чем q. q фиксировано как-то, это вот тот самый знаменатель, который там существует. Вот, ну, и что получается? Это число целое, это число тоже целое, это константа. Так, стало быть, предел того, что остается, это целое число. Вот, значит, тогда... Вот, значит, это... Вот, значит, вот, вот так далее. Ну, целое число, оно не отрицательное, значит, не отрицательное целое число, положительное строго целое число, значит, вот, а сейчас мы докажем, что штука меньше единицы, вот, ну, и тогда все, значит, то есть, сейчас не отрицательное, что не отрицательное понятно, значит, положительное понятно, потому что первое слагаемое уже положительное, значит, положительное число, оно целое, потому что вот там, оттуда видно, что целое, вот, ну, а как доказать? Вот, берем эту самую вот вещь, вот, ну, и давайте, как и вот рассуждение, которое было до перерыва, заменим здесь в каждом знаменателе все множители на самый большой из них, сейчас, на самый маленький из них, на q плюс 1, так, вот, это заменим на 1 на q плюс 1 в квадрате, дальше следующий слен на 1 на q плюс 1 в кубе, ну, и так далее, значит, в общем, это не превосходит, значит, ну, вот, давайте так напишем, 1 на q плюс 1 плюс 1 в квадрате, плюс 1 на q плюс 1 в кубе, плюс, значит, значит, единица на q плюс 1 в степени k, значит, какая там k наберется, да, сколько там будет, ну, k понятно какое, это вот сколько, сколько здесь множителей, значит, это что-то вроде n минус q минус 1, как-то так вот, да, значит, вот, вот, k то, которое получится, значит, да, вот я беру одно слагаемое, вот, а это, значит, геометрическая прогрессия, значит, что там, вот, она с положительными членами, поэтому у нее есть предел, знаменатель меньше, значит, вот этот самый знаменатель меньше единицы, единица на q плюс 1, значит, у нее есть предел, и предел этот мажорирует все ее члены, потому что он супремум, значит, она возрастает, вот, эти суммы возрастают, так что это не превосходит единица на q плюс 1, и там будет единица на единица минус единица на q плюс 1, вот так, то есть, что это у нас получается? Это получается единица на q, да? Что? Значит, единица на Q получается. После всех упрощений, да? Вот. Если я умножу, перемножу здесь знаменатели, да, получится единица на Q. А Q у нас больше либо равно двойке, потому что единица на него не равно. Так, дробь не целая, значит, Q единица не равно, поэтому все такие суммы меньше половины. Можно, на самом деле, сказать, что она отделена даже от единицы, потому что можно написать, что это отделена. 1 делить на Q плюс 1 на Q плюс 2, ну, с 1 делить на Q плюс 1 в квадрате, гарантированно. Ну, и тогда не нужно разбирать случай единицы. Ну, мы сейчас-то проделываем все равно. То же самое будет. То же самое, конечно. Конечно, будет то же самое. Значит, вот если я знаю Лемму, то все и получилось правильно, получил противоречие с предположением рациональности числа е. Вот, а что касается Леммы, ну, это оценка, например, такая же, как вот те две, которые я только что проделал. Значит, вот на первом части была, что ей не превосходит трех, а сейчас, значит, была еще одна оценка такая же, вот, с помощью того же самого приема, значит, замены там чего-то на прогрессию. Вот, ну, так, значит, точно так же вот это неравенство доказывается, значит, как оно доказывается, значит, вот мы пишем единица плюс единица плюс 1 вторая плюс, значит, 1 шестая от единицы на 3 факториал, а дальше будет следующее. Значит, значит, 1 вторая, вот, 1 третья плюс 1 третья на 1 четвертую плюс 1 там третья на 3 на 4 на 5, ну, плюс и так далее, значит, 3 на 4 и так далее, значит, на n. Значит, вот такая получается штука, значит, вот это вот так я написал, так я написал n член этой последовательности, которая стремится к е. Ну, понятно, вот это вот, это единица на 2 факториал, это единица на 3 факториал, а дальше, значит, 1 вторая присутствует во всех множителях, я ее выношу, и получается такая вещь. Значит, здесь что у нас? 2, 2 с половиной, 1 вторая плюс 1 шестая, это, значит, сколько там? 4 шестых, 2 третьих, да, значит, меньше либо равно 2 и 2 третьих плюс 1 вторая, значит, а здесь мы просто тоже заменяем все на прогрессию. 1 третья плюс 1 третья плюс 1 на 3 в квадрате плюс и так далее, плюс 1 на 3 там в степени k, какое там k получится, значит, можно сочетать легко. Вот, ну и, значит, что тут? 2 и 2 третьих плюс 1 шестая, я тройку выношу, а тут единица плюс и так далее, плюс единица на 3 в степени k минус 1, значит, не превосходит 2 и 2 третьих плюс 1 шестая на единица, единица минус 1 третья, да, вот. И, значит, что там получается-то? Так, значит, 3... Что? Где, где? А, ну да, 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 значит, да, погодите, значит, так, 1 шестая лишняя, ага, да, 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 1 шестая лишняя, вот, Значит, ну вот так, да? Вот так вот верно. Так верно. Значит, тогда здесь что же будет лишнее? Здесь будет лишнее 1 треть, да? Ага. Вот, и здесь будет вместо 1 шестой 1 восемнадцатая, да? Вот, 1 восемнадцатая. Вот, и здесь получается, значит, 2 третьих, да? 2 третьих, то есть 3 вторых. 3 вторых, значит, равняется 2 и 2 третьих плюс, значит, тьфу, черт, 3 вторых, 1 двенадцатая, да? Плюс 1 двенадцатая. Но это меньше 3, конечно, да? 1 двенадцатая меньше 1 третья, поэтому. Вот. Так что простые оценки, значит, показывают, что меньше 1 третья, и все. То есть, вот у нас вот уже есть два примера рациональных чисел. Это какой? Корень из 2, да? И е. Значит, ну, я не знаю, на практике вам велели, чтобы доказать про рациональность еще других чисел? Корень из 3, там, или 5, не знаю. Не было, да? Ага. Понятно. Что-что? Да, вот я хочу сказать, что, скажем, если вы хотите доказать рациональность корня из 3, то это примерно тем же способом, как с корнем из 2, там тоже с делимостью можно. Вот. А вот этот способ, который доказывает рациональное число е, он, его так можно резюмировать, значит, то есть, может все уточнить, то, что я сейчас скажу, ну, вот если у вас имеется такая вот, предел таких вот сум, как сейчас были написаны, где слагаемые очень быстро снимаются к нулю, просто очень быстро, вот, тогда непременно у вас получается рациональное число. Вот. И, в общем, видно, видно из того, что мы делали, что вот это самое очень быстрое, ну, вот, что такое очень быстро, там можно уточнять, значит, ну, вот, ну, примерно так. Вот. Хорошо. Ну, а теперь уж, раз мы сюда зашли и вот рассматривали пределы разных сумм, то неплохо бы завести некую терминологию про это и ввести понятие ряда. Вот давайте мы сейчас дадим определение ряда. Да. Может быть, одну теорему докажем, значит. Значит, дело в том, что так вот теории рядов, в сущности говоря, отдельной нету. То же самое, что последовательности, только, значит, по-другому записанное. Вот. То есть все сводится к последовательностям и можно было бы отдельно не заводить, просто некоторые последовательности удобно записывать в другом виде. Значит, ну, вот так. Пускай y, n – это некоторая последовательность. Я пишу, что она пробегает натуральные числа, но, в принципе, я не обязую всегда номеровать ее всеми натуральными числами. И вообще натуральную могу, скажем, с минус единицы начать или с нуля. Вот. И иногда там с восьмерки, не знаю. Вот. Ну и давайте рассмотрим вот некую такую… Значит, обычно так вот пишут в книжках, значит, на самом деле можно и мне так сказать. Значит, рядом называется вот такой вот символ. Или вот такой. Значит, имеется в виду, что это вроде бесконечная сумма, значит, на самом деле, на самом деле, значит, вот пока никак это не понимаете. Вот. А сейчас поймем, как это понимать. Понимать надо следующим образом. Значит, в общем, когда мы говорим о ряде, мы интересуемся последователем частичных сумм. Значит, вот частичные суммы… Значит, частичные суммы… Суммы ряда вот этого вот. Это такая последовательность. Значит, с1 равняется y1, с2 равняется y1 плюс y2, с3 равняется y1 плюс y2 плюс y3, ну и так далее. Значит, n-ая частичная сумма – это y1 плюс и так далее плюс yn. Значит, вот частичная сумма. И определение такое. Значит, говорят, что ряд, что ряд сумма от единицы бесконечности yn сходится, если последовательность его частичных сумм имеет предел. Я напоминаю, что пока у нас нет бесконечных пределов. Кто знает, так сказать, бесконечные пределы, может подумать, что он тоже допускается. Нет, не допускается. Значит, если пределы вот этой последовательности нет, говорят, что ряд расходится. Ну вот такой вот ряд. Давайте от нуля нумеровать. Такой ряд. Что с ним происходит? Он сходится или расходится? Что? Вчера мы им занимались, да? И к чему он сходится? Вот так вот, да? Вот. Теперь, если он сходится, то этот самый предел называют его суммой. Вот предел. И он называется суммой ряда. Вот. 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 Запись такая. Вот. Если а – это сумма ряда, то пишут, значит, а равняется сумма по n от единицы до бесконечности, yn, и считается так. Ряд сходится, ряд имеет, вот последующий ряд сходится, и его сумма равна а. Значит, вот если так написано, то предполагает, что ряд сходится, и его сумма равна а. То есть, вот этот вот символ, вот такой вот, значит, он, с одной стороны, обозначает сам ряд, не задумываемся тогда о том, сходится ли это или нет. Потому что, кстати, ряд пишут такую штуку, значит, это не что иное, как просто указание последовательности этих самых y, которые вот этот ряд образуют. Значит, и мы, в принципе, можем и не думать о том, сходится ли это или нет. А с другой стороны, если он сходится, точно так же обозначают его сумму. Такая вот небольшая, несколько противоречивое обозначение, значит, но они удобны. Они удобны. То есть, вот эта вещь может означать и сам ряд, и его сумму. теперь давайте какой-нибудь расходящийся ряд посмотрим. Ну, например, такой 1, минус 1, плюс 1, минус 1, и так далее, значит. Вот так вот он будет записан в этих самых терминах. он сходится или расходится? Расходится, да? Почему? Да, частичная сумма не имеет предела. Там четная частичная сумма, нечетная частичная сумма равна плюс единице, а четную нулю, да? Вот единица, потом будет ноль, потом снова единица, потом снова ноль, ну и так далее. Значит, вот предела нет. Так что вот может сходиться, может и расходиться. Значит, теперь мы с вами тем самым доказали вот это вот равенство. Так, и мы с вами про е теперь можно писать таким образом, что е равняется сумма по n вот так вот давайте запишем от нуля до бесконечности единица подделить на n факториал. Значит, если согласиться, что ноль факториал равен единице. Правильно, да? Вот. Значит, вот такая более, что ли, традиционная запись того, что мы сейчас сделали, не произнося термин ряд. На самом деле мы имеем дело с рядами. Вот и у е был ряд, и прогрессия, сумма геометрическая прогрессия тоже был ряд. Вот. Ну и значит, теорему, которую мы сегодня доказали про сходимость, монотонные последовательности для рядов, она звучит так совсем приятно. Значит, собственно, почему ряды рассматривают? Потому что некоторые утверждения удобнее доказывать, да, прежде чем я эту теорему скажу, все-таки вот про эквивалентность рядов и последователей. Некоторые утверждения удобно оказываются в форме рядов. На самом деле, что ряд, что последовательность, более-менее все равно, потому что, вот пусть у вас имеется какая-то последовательность а n и вы хотите узнать, сходится она или нет. Допустим, вот есть у нее пределы или нет. Вот. Так, легко строить ряд, у которого частичные суммы равны a n. Значит, существует ряд сумма по n от единицы до бесконечности y n такой, что s n равняется a n. Как такой ряд устроить? Ну, очень просто. Значит, просто мы берем в качестве y1 a1, в качестве y2 берем a2 минус a1, в качестве y3 берем a3 минус a2, ну и так далее. Значит, y n это a n минус a n минус 1 и так далее. Значит, эта формула верна, когда n больше единицы. При единице отдельная формула. Понятно, что частичная сумма ряда вот такого вот как раз и будут эти самые числа n. первая частичная сумма 1, она вот такая, вторая будет a2, потом я, если вычислить третью, я к ней должен прибавить эту разность получится a3, ну и так далее. Вот, поэтому то ли изучать пределы этой последовательности, то ли изучать сходимость такого ряда вот, вот этого это все равно. Так? Это все равно. Поэтому вот я и сказал, что теория рядов отдельно как бы не существует. Та же самая теория последовательности. Значит, что ряды рассматриваешься последовательности более-менее все равно, но иногда удобнее записывать вот задачу в форме ряда. Как, скажем, вот с числом е, вот там, там ряд сам по себе возникает, поэтому, ну куда же. Вот, значит, более того, когда я говорил, когда я рассматривал последовательность частичных сумм, я говорил какие-то лишние слова, понимаете, вот сейчас, когда у нас есть терминология, просто можно сказать, рассунуть такой ряд. Вот, это проще немножко. Вот, ну и некоторые теоремы просто выглядят. Понятно, что любая теорема о последовательностях пересказывается для рядов и обратно, потому что, ну вот есть полная аналогия, значит, просто формально, так сказать, можно все, что вы хотите пропоследовать, в стих ряда, мы наоборот, все, что хотите при ряде, узнать, в последовательности чьи тысячи суммы, и все. Вот, а значит, теорема такая. Пусть yn не отрицательная, тогда для того, чтобы ряд суммы по n от единицы до бесконечности yn сходился, необходимой достаточно, чтобы его частичные суммы были ограничены. Так. Ну, сверху, разумеется, потому что снизу они так ограничены. Они положительны, поэтому все они больше либо в нуля, поэтому снизу так ограничены. Вот. Но как? Видите, если они ограничены, так он тогда не может сходиться, потому что значит, дело в общем, что они монотонны. Доказательство собственно в чем стоит. Доказательство значит, s1 не превосходит s2 не превосходит и так далее. Они монотонно возрастают. Эти частичные суммы. Значит, здесь мы имеем дело с монотонно возрастающей функцией. Значит, если она ограничена, то у нее есть пределы в председании, которые мы доказали и все. Но если она не ограничена, тогда и предела нет. Потому что если бы был предел, она должна была быть ограничена где-то в окресте бесконечности, тогда и вообще, потому что в ней это окресте количество лежит. Так что вот и все. И в связи с этим есть такая теорема сравнения, которой мы тоже неявно пользовались. То есть если бы она у нас была уже, то просто вот вычисления, которые я делал с числом е, их можно было бы немножко короче записать. То есть фактически то же самое, но я могу писать, скажем, бесконечную сумму вместо конечных сразу и говорить немножко меньше слов. Значит, теорема такая. Пусть АН, ВН – это неотрицательные последовательности. Значит, ну, Н здесь пробегает множество натуральных чисел, положим, да. Если АН не превосходит ВН для всех Н, и ряд суммы по Н от единицы до бесконечности ВН сходится, то сумма по Н от единицы до бесконечности АН тоже сходится. И, кроме того, его сумма, значит, сумма, значит, ну, давайте так напишем. Таким образом мы обозначаем теперь не сам ряд, а его сумму. Значит, он тоже сходится, и его сумма не превосходит сумму второго ряда. То есть вот такое вот соотношение. Ну, и доказательство тоже довольно простое. Значит, ну, смысл такой, что если вот один положительный ряд мажорируется другим, значит, и этот ряд сходится, второй, тогда и первый сходится. Вот. Доказательство такое. Значит, вот частичное, вот пускай СН – это А1 плюс и так далее плюс АН, а СН большое – это то же самое с В, В1 плюс и так далее плюс ВН. Значит, СН сходится к некоторой величине С, стало быть, ограниченной. Ограниченной, ну, сверху. Вот. Значит, ну, а СН маленькая, разумеется, не превосходит СН большого. Поэтому СН маленькая тоже ограничена сверху. По предыдущей теореме ряд сумма по Н от единицы до бесконечности АН сходится. Это вот. И, значит, для его суммы С, значит, пускай сходится к некоторой сумме С. С маленькая. Вот. А то, что С маленькая больше не превосходит С большого, это просто предельный переход в этом неравенстве. Вот. Теперь мы знаем, что обе эти последователи сходятся, переходим к пределу в этом неравенстве и получаем, значит, С маленькая, меньшее в равно С большого по теореме о предельном переходе в неравенстве. Так. Ну вот, если вы вспомните, что мы сделали с числом Е, то там я этот самый сложный ряд из обратных факториалов заменял на геометрическую прогрессию. С которой мы легко умеем справляться. Ну и вот поэтому, вот там, собственно говоря, эта вот теорема применялась. Вот. Только я ее применял, не называя, значит, вот. А общее утверждение вот такое вот. Вот. Ну это, значит, хоть и просто, вроде бы, так сказать, ну почти ничего, правда. Вот и здесь почти ничего. Только заметь, что сумма монотонная. И здесь почти ничего. Вот. Но это очень полезно на практике. Когда вот вы что-то такое оцениваете, то сплошь и рядом приходится такие вещи делать. Заменить какой-то сложный ряд на более простой. Увеличив немножко члены. Ну вот, потом у нас, наверное, будет еще одна похожая теорема, где про АН не предполагают, что они обязательно положительные, значит, но это уже будет несколько позже. Вот. А теперь то, что я, с чего я начну в следующий раз, раз уж мы, значит, заговорили о рядах, это, сейчас сформулирую, потому что времени мало, значит, ряды обратных степеней. Пускай S положительное число и рассмотрит такой вот ряд. Вот. Теорема стоит в том, что этот ряд сходится тогда и только тогда, когда S больше единицы. В частности, такой вот ряд. Ряд такой вот единица, плюс одна вторая, плюс одна третья, плюс одна четвертая, плюс и так далее, он расходится. Расходится. Ну и, я не знаю, значит, опять же, поднимите руки, кому вот это известно, скажем, вот это кому известно. Ага. Так, ну, примерно чуть больше половины, да. А вот это? Ну, так, немножко меньше. Ага, хорошо. Тем не менее, все равно обсудим. Я хочу сказать, что на тему расходимости этого ряда у нас был гармоническим. Это гармонический ряд, так называемый. Гармонический ряд. Вот, на тему расходимости гармонического ряда можно во всех популярных книжках много чего прочитать. Дело в том, что он хоть и расходится, но очень медленно. Вот, если мы вычистим его, там, сумму, скажу, с номером тысячи, она будет совсем небольшая, там, что-то такое. Что? Ну, небольшая будет. Но, тем не менее, вот он расходится. Очень медленно он расходится. Ладно, значит, тогда вот мы в следующий раз это обсудим, а потом пойдем дальше.